Привет всем подписчикам и новым зрителям канала Лариса Косметолог Меня зовут Лариса и в этом видео я хотела бы поговорить об аксессуарах для купания малыша Если вам интересна эта тема, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра Итак, я хотела бы начать с самого начала, а именно с момента выписки из роддома В это время мы купали малыша в детской ванночке Новорожденного мы погружали в пеленочки, потом пеленочку убирали Температуру воды мы измеряли вот этим термометром, чтобы она была в районе 38 градусов Затем мы приобрели еще горочку пластиковую И на эту горочку уже в возрасте постарше, где-то с двух месяцев, выкладывали ребенка Купали в основном в чистой воде, добавляя отвары ромашки череды через день Раз в неделю купали с моющими средствами В самом начале у нас это было средство для купания младенцев под бюк Также я пользовалась шампунем ушастый ня Примерно в возрасте 3 месяцев у нас появилась проблема сибарейных корочек Мы ребенка побрили, но параллельно я перешла на более нежный, качественный шампунь Пенка шампунь для новорожденных против сибарейных корочек от Мустелла Кстати, мы пользуемся этим средством год и оно до сих пор не закончилось Здесь еще есть немного средств Примерно раз в неделю использовали, очень экономичное Очень нежно, приятный аромат А для купания вместо детского мыла и прочих средств Тоже 1-2 раза в неделю использовала такой очищающий крем от Веледа с календой Вначале у меня у этого средства запах казался рисковатым Но потом я привыкла и уже пользовались мы с удовольствием Таких 2 флакона мы практически уже закончили Это второй на исходе здесь чуть-чуть Поэтому на смену сейчас я купила детский гель для купания от Сибамед Это немецкая марка, он мне в принципе нравится Единственное, запах мне все-таки кажется немножечко рисковатым Но возможно я еще не привыкла И в пару к этому гелю для купания взяла еще крем Также пару раз в неделю смазываю некоторые сухие участки тела малыша Также в первые месяцы после рождения, после купания Практически ежедневно я использовала детское масло от Кучуола Это итальянская марка натуральной косметики детской Это маслица у нас на основе натуральных масел Сладкого миндаля, жожоба и макадамии Когда это маслица у меня практически закончилась Я купила новое масло из серии календула от Веледа Это масло на основе кунжутного масла с добавлением экстракта календулы Очень классное масло, мы его же использовали, когда ходили с ребенком на массаж Массажисту оно тоже понравилось, он его одобрил Могу вам смело советовать это маслице Также сейчас не ежедневно, но хотя бы 2-3 раза в неделю Стараюсь наносить на кожу малыша после купания Еще хотела заметить, что где-то с возраста 3-х неделек до 4-5 месяцев Мы купались с малышом в круге для купания Это самый обычный такой круг У них бывают разные размеры, но у нас очевидно был самый маленький размер И где-то в возрасте 5 месяцев я заметила, что он малышу немножечко давит на шейку И мы этот круг убрали Больше не покупали, хотя, насколько я знаю, есть и больших размеров круги Ребенку было очень удобно, он балдел, кайфовал, пытался сам даже купаться И так мы где-то минут 5-10 купали с этим кругом Затем круг снимали и уже купали без него Также хотела отметить, что в детской ванночке мы купались в основном где-то до отпадения пупочка Это у нас произошло примерно на 11 день Потом еще какое-то время мы в ней купались Затем мы ее убрали и купались уже в большой ванной Перед купанием малыша я ванну обрабатывала И больше всего мне нравится сив-крем для этой цели Им можно пользоваться без перчаток В нем нету большого количества хлора, как во многих средствах Малыш потом не вдыхать не будет с воздухом, никак не будет попадать на него Где-то с месяца нам невропатолог еще выписала Для лучшего засыпания малыша добавлять масло лаванды эфирное Но я иногда добавляла, но мне все-таки казался запах рисковатый И также заваривала ему пустырник или валерьяну, или ромашку, или мелису Тоже для успокоения нервной системы, для настройки малыша ко сну Купали мы обычно в 7-8 вечера, а сейчас также в 8-9 вечера перед сном Как я сказала, где-то с возраста трех неделек малыш уже стал купаться с кругом и в большой ванной Ему это доставляло большое удовольствие Мы его учили нырять И до сих пор повторяем эту практику, чтобы он ее не забывал Кому будет интересно подробности о нырянии, напишите в комментарии под видео Может быть я сниму отдельный ролик С 4-5 месяцев, когда мы сняли круг с малыша Мы его продолжали купать в большой ванной Но на дно приклеивали горку для купания Он как в кресле лежал в этой горке Мы набирали ванну до того уровня, чтобы доходило ребенку где-то до подбородка В 6 месяцев ребенок научился сидеть И уже горку мы убрали, она оказалась не нужна И стали набирать малышу водички где-то на треть ванной И сейчас нередко до этого же уровня набираем Однако я заметила, что малыш уже стал скользить в ванной Мог падать, периодически пытался остановиться на ножке И примерно в возрасте 7-8 месяцев я купила коврик для купания Так выглядит упаковка фирмы UV Tone Вот и сам коврик, он достаточно большой С обратной стороны присоски Эта сторона абсолютно не скользит И его очень удобно мыть Где-то пару раз в неделю я его специально еще мою с каким-нибудь моющим средством Также в те дни, когда мы используем какое-то очищающее средство для тела Я пользуюсь вот такой вот мочалочкой от Happy Baby Она достаточно мягкая При желании здесь есть кармашек, куда можно спрятать кусочек детского мыла Если вы пользуетесь твердым мылом Сейчас чаще всего мы купаем малыша под душем Но 2-3 раза в неделю также набираем для него большую ванну Но не полную, где-то на треть, максимум на половину Напомню сейчас моему малышу Кариму год и 4 месяца Также я периодически покупаю вот такие вот готовые настои с экстрактами трав Этот от нашей мамы Мне он очень понравился Достаточно большая бутылка Хватило мне где-то на 10 применений Также недавно купила в магните вот такой другой От Здравлинии Мне очень понравилось тем, что здесь есть какое-то мыло, какая-то пена Поэтому я его использую не часто, где-то раз в неделю Почему я не люблю детское средство для купания с пенящимся эффектом добавлять в ванную? Потому что мы эту же воду, которая в ванной, набираем в ковшик И выливаем периодически малышу на голову Предварительно давая команду Внимание, ныряем, чтобы он задерживал дыхание Карим, внимание, ныряем! Это самый обычный детский ковшик от фирмы Little Angel Пользуемся им вот с рождения и до сих пор каждое купание Для подмывания попки малыша я обычно использовала детское мыло Жидкое, ушастый нянь Но последний раз вот купила от BabyLine Такой пенка для подмывания малыша Очень мягкая текстура, идеальна для подмывания малыша И можно также использовать его вместо средства для купания Меньше сушит кожу, чем обычное детское мыло Для уборки детских помещений А по факту для уборки всего дома Я использую такие безопасные средства для уборки детских помещений Это от фирмы BabyLine у меня почти закончилось Это от фирмы Наша Мама Оно чуть дешевле Но чистят, удаляют загрязнения с любых поверхностей Они примерно одинаковы Оба не требуют смывания Единственное, это средство меньше пахнет, чем вот Наша Мама Поэтому, если позволяют средства, наверное, больше бы вам это порекомендовала Теперь поговорим об игрушках для купания Это самые классические резиновые игрушечки Они предназначены для купания малыша Но почему я не даю ребенку играться с ними в ванной? Потому что при попадании в них воды Через буквально несколько дней там начинает размножаться грибок Его можно заметить в виде такого темного налета И вытащить его из этих игрушек практически не представляется возможности Только сразу выбрасывать Поэтому я купила такие игрушки, но он играет с ними просто так Не в ванной Поэтому я купила ему для игры в ванной Вот такие вот пальчиковые игрушки Их 5 штучек Резиновые Здесь отверстия И теоретически их можно каждый раз хорошо, эффективно промывать Потом высушивать И грибок в них скапливаться не будет Но я заметила, что ребенок постоянно их тянет в рот Мы так несколько месяцев с ними купались И тут, особенно если их оставлять сушиться в ванной Не забирать там в комнату, куда-нибудь на подоконник с серким светом Тут постепенно тоже образуется этот черный налет Его, конечно, можно вычищать, удалять, дезинфицировать Замачивать в уксусе, в перекиси и прочем Но все равно я решила, что лучше я эти игрушки из ванной уберу И вообще не буду давать их сосать ребенку Хотя ему очень нравится, он их даже немножко как прорезыватель использовал Но у нас до сих пор не сохранились эти 5 игрушечек Их постаралась тщательно вымыть, вычистить и так далее Но все равно в ванной мы уже с такими игрушками не играем Хотя они, повторюсь, более продуманные, чем, допустим, вот такие Их реально помыть Но все равно тут есть маленькие отверстия Вот где ручки, где рожки, ушки Которые сложно вычищаются даже ватной палочкой Поэтому сейчас мы в ванной их также не используем А используем мы обычные подручные пластиковые или резиновые игрушки Без полости с воздухом в середине То есть это какой-нибудь ведерко Такие вот фигурки из сортера Также вот такая детская игрушка для игры в песке Это просто чашечка для масок Также я иногда ему даю поиграться в ванной вот с такими силиконовыми прорезывателями Это у нас от Вули из набора с жирафиком Софи Это такой прорезыватель в виде слоника силиконовый из пищевого силикона Также безопасный Вот такими игрушками, в которые вообще не попадает вода Которые очень легко мыть и сушить после игры в ванной Их я ребенку обычно и даю Или какую-нибудь там еще детскую леечку Тоже вот из таких наборов С игрушками разобрались Теперь перейдем к гигиене зубов Когда у ребенка прорезался первый зубик Я ему купила вот такую обычную силиконовую щеточку Массажер Щеточка до сих пор у нас в обороте Мы ей пользуемся Вначале я сама очистила Потом малыш у меня эту щетку отобрал И пытается сам чистить Но, конечно, он это делает не очень качественно Он ее больше жует Использует как прорезыватель И когда у нас уже появилось больше 8 зубов Они все достаточно выросли Я решила, что уже пора чистить зубы зубной пастой Это очищающий гель от Веледа Специальная детская зубная паста Которая почти не пенится Почти не щипет язык И ее можно проглатывать К сожалению, я ребенку еще не научилась плевать И он эту пасту проглатывает Но вроде как никаких побочных эффектов от этого нет И так как мне показалось, что силиконовая щеточка уже слабоватая Она больше похожа на массажер Я уже купила такую настоящую детскую зубную щетку 0+, кстати, от фирмы ROX Вот такая щеточка Эта щеточка от ROX У нас имеет мягкую щетинку С округленными кончиками Не должна травмировать ни десна Ни нежную эмаль зубиков малыша Но я периодически даю ему в руки Например, одну щетку И вторую Пытаюсь почистить зубы Конечно, очень качественно все равно не получается Малыш как-то живет Но если у нас будут проблемы с налетом Будем пользоваться каким-то, может, другим методом Ватными палочками там стещать Но пока сильных таких проблем еще не появилось И у нас уже 9 зубиков После купания я заворачиваю его обычно в махровое полотенце с уголочком Полотенце большое Его полностью хватит, чтобы завернуть даже подросшего ребенка А капюшон достаточно глубокий Но еще, если у вас, к примеру, прохладно в квартире То можно одевать мягкие, тепленькие халатики после купания Это плюшевый халат Он не впитывает в себя Жидкость так, как махровая Но зато он очень-очень теплый Тут даже есть кармашек Мы его одевали несколько раз Вот зимой, когда были большие у нас морозы И еще, когда едем к бабушке в архуз Ну вот, я и показала вам все аксессуары для купания И банных процедур малыша, которые мы использовали От самого рождения и до настоящего момента И также рассказала вам какие-то особенности, как я купаю малыша Если у вас остались какие-то вопросы То задавайте их в комментариях под видео С удовольствием на них отвечу Если вам понравилось это видео То не забудьте поддержать меня пальчиком вверх И подписывайтесь на мой канал Чтобы не пропустить появление новых видео Всех люблю, целую, пока!